Первого созыва и восстановления в 1917 году патриаршества в Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси выступают в зале пленарных заседаний Государственной Думы. Хотел бы с признательностью отметить неизменную готовность к конструктивному диалогу и взаимодействию, которые Русская Церковь встречает в Совете Федерации и в Государственной Думе. Особую благодарность выражаю Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Государственной Думы, Валентине Ивановне Матвиенко, председателю Совета Федерации, за важные инициативы, поддержку, плодотворную совместную работу, за то внимание, которое Федеральное Собрание уделяет жизни и служению Русской Православной Церкви и другим религиям и конфессиям России. Церковь является выразителем чаяния миллионов наших сограждан. Надеюсь, что понимание этого факта будет выражаться в решениях, в том числе принимаемых и в ходе деятельности парламента. Вчера на открытии рождественских чтений я уже говорил о наиболее актуальных задачах взаимодействия Церкви, власти и общества. Но в своем выступлении здесь, в стенах Государственной Думы, хотел бы еще раз затронуть некоторые важные вопросы, которые волнуют меня, как предстоятеля Церкви. Мир, в котором мы с вами живем, нередко именуется постхристианским, а иногда и пострелигиозным. За этим термином кроется страшный диагноз духовно-нравственного состояния, в котором оказалось общество многих стран. Происходящее там связано с попыткой подвергнуть фундаментальные, непреложные, Богом заложенные в человеческую природу, а потому абсолютные и универсальные нормы морали, пересмотр которых грозит огромными опасностями для человеческого общества. Потому что в результате границы между добром и злом размываются, а понятие справедливости по укорененности в нравственной природе человека, являющейся универсальным, интерпретируется в соответствии с господствующими, философскими и даже политическими установками. Вообще, если задуматься о том, что такое справедливость, позвольте мне открыто сказать в этом собрании, мы выходим на идею Бога. Потому что справедливость универсальна. И до недавнего времени не возникало никаких сомнений в том, как следует это понятие интерпретировать. А если в основе понятие универсальная истина, то она превышает возможности человеческого ума, человеческой инициативы и даже коллективного разума народов и коллективов. Однако сегодня справедливым, а значит и нравственным, стало считаться только то, что с новыми господствующими, философскими и политическими установками находится во взаимодействии. И напротив, всяческому порицанию, вплоть до отказа в праве на существование, подвергается иной взгляд, который демонизируется политически и идеологически ангажированными СМИ. Если в понятие нравственности и справедливости вносится относительность, то само это понятие разрушается. Хорошо то, что хорошо для Великой Германии. Известный тезис. И нравственность исчезла. Когда мы нравственность обуславливаем коллективными, корпоративными, классовыми, идеологическими и прочими факторами, мы отказываемся от нравственного начала. И вот сегодня, когда нам говорят, что нравственно только то, что поддерживается мировыми СМИ, а всё остальное является безнравственным, то мы перед собой имеем ту же самую проблему, через которую уже человечество проходило на путях разрушения нравственного начала. Идея абсолютного, ценностного приоритета свободы, свободы выбора, подчеркиваю, и отказ от приоритета нравственной нормы стал для западной цивилизации своего рода бомбой замедленного действия, поражающий эффект, который становится в полной мере очевидным лишь нам, людям 21 века, потому что наши предшественники, находясь под обаянием темы свободы, с релёгкостью поддерживали различного рода новеллы, в том числе и законодательные. Не задумываясь о том, что абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных установок является смертельно опасным для человека и для общества, потому что ведь выбрать-то можно и зло. Мы видим, такой драмой порой оборачивается ложно понятая свобода. Всё это происходит от того, что из сознания и жизни людей исключается высшая справедливость и высшая правда. Последствия такой апостасии плачевны для человеческого общества. Оно становится нежизнеспособным. Люди попытались решить эту проблему, делая акцент на идее главенства права. В таком случае свобода личности ограничивается лишь законами, которые призваны корректировать поведение человека, давать ответы на то, что дозволено, а что нет. Но зачастую мировоззренческие взгляды на тему свободы врываются и в сферу права, внося огромное внутреннее напряжение в законодательную систему и пагубно влияя на личную и общественную нравственность. Примеры известны. Это и легализация так называемых однополых союзов, и узаканивание эвтаназии, и введение в общественную жизнь отдельных опасных элементов ювенальной юстиции. Все эти юридически закрепленные новеллы, противоречащие подчас не только нравственным ценностям, но даже и общечеловеческому здравому смыслу и инстинкту самосохранения, получают все большее распространение и признание со стороны некоторых государств. К сожалению, упомянутые поведенческие и законодательные идеи сегодня пропагандируются и даже навязываются России. И в значительной мере от активной позиции российских парламентариев будет зависеть способность нашей страны устоять перед лицом совдовременных псевдоценностей, губительных для личности и человеческой цивилизации в целом. Не ставя под сомнение значение свободы, мы говорим и о других ценностных приоритетах. На 18-м Всемирном Русском Народном Соборе, в котором принимали участие представители церкви, лидеры крупнейших общественных сил, и в частности представители всех парламентских партий страны, было четко сказано, о каких фундаментальных ценностях идет речь. И вот формулируя этот набор ценностей, мы исходили из анализа своей собственной истории. Потому что заниматься подобного рода дефинициями в отрыве от реального исторического контекста всегда опасно. И мы взяли этапы исторического развития России. Древняя Русь, связанная с Византией, Российская империя, революция, Советский Союз, новая Россия. И задали себе простой вопрос, а можно ли в каждом из этих исторических этапов выявить принципиально важное, что отличало ту эпоху, что сохраняет свою неприходящую ценность для современной жизни. И сказали, да. Древняя Русь, Святая Русь, доминанта святости, и высоты человеческого духа. И мы обозначили эту ценность словом вера. Российская империя, превратившая небольшую страну в колоссальную мировую империю от океана до океана. И мы нашли слово, которым покрывается эта реальность. Державность. Затем революция. Ни у кого не было стремления и желания представить лубочную картину этому страшному явлению. Но возникает вопрос, а что-то хорошее было? Или только кровь? Только влияние иностранных центров? Только навязывание России иного, несвойственного ей в то время образа жизни? А положительное было что-то? Или только глупое, простите, тупое следование указаниям из-за рубежа через соответствующие политические силы внутри страны? Мы ответили, было стремление людей к справедливости. Если бы это и не было, то никакая бы пропаганда не сработала. Но как только начинаем говорить о советском времени, одни идеализируют, другие демонизируют. А было нечто такое, что это время породило, и что сегодня мы смело можем принять, включить в свою собственную философию жизни, было солидарность. И никогда не надо забывать подвиг нашего народа. И не только военный подвиг, а те самые комсомольцы, которые на Целину уехали, бам строили, не получая за это никаких наград и привилегий. Это чувство локтя, это чувство желания общими усилиями сделать добро для своей страны. И так солидарность. Ну и, наконец, новая Россия. Но, Господи, что только не говорится по поводу новой России. А ведь именно в новой России мы стали делать акцент на правах человека, на правах людей, на человеческом достоинстве, на свободах. Разве можно это игнорировать? И сказать, что все плохо. И мы обозначили эту эпоху словом достоинства. И получилось вера, державность, справедливость, солидарность и достоинство. Чуть раньше на 15-м соборе мы сформулировали еще более широкий перечень ценностей, лежащих в основе национальной идентичности. Кроме перечисленных, это мир, единство, нравственность, честность, патриотизм, милосердие, семья, культура, национальные традиции, благо человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность. В этом перечне присутствует и свобода. Не как единственное или главенствующее и подавляющее все другие ценности, но как одна из многих важных базисных ценностей. Убежден, не следует идею свободы противопоставлять другим фундаментальным ценностям. Те, кто хотел бы предать их забвению или принизить, должны понимать, что ослабляют сложившийся веками общественный уклад, который создал наше общество и делает его стабильным. Тенденция хаоса и конфликта эта тенденция достаточно очевидна. И мы противопоставляем этой тенденции великий религиозно-политический синтез, некий социальный идеал, еще в 14 веке провозглашенный святым преподобным Сергием Радонежским воззрением на святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего. В 19 веке русские мыслители говорили о том же самом, указывая на начало соборности в нашей народной жизни. Сегодня, описывая этот идеал на языке социальной философии, мы называем его солидарным обществом, где ради достижения общего блага тесно сотрудничают между собой различные этнокультурные, социальные, профессиональные, религиозные и возрастные группы. В таком обществе сотрудничают, а не конфликтуют между собой народ и власть. Не конфликтуют этносы и религии. И даже политические партии не конфликтуют. Здесь, в Государственной Думе, хотел бы сделать особый акцент на последнем тезисе о сотрудничестве партий, поскольку сразу же предвижу возможные возражения, а как быть с конкуренцией политических сил, с межпартийной борьбой, с предвыборными кампаниями. Полагаю, что в обществе традиционном для России, если хотите, в солидарном обществе, политические партии должны конкурировать не в смысле противопоставления различных ценностей, например, свободы и справедливости, державности и достоинства, а в смысле и гармонизации одновременного осуществления, воплощения в конкретных политических действиях и законодательных актов. Вот поле для политического плюрализма, потому что не могут люди одинаково мыслить. И по образованию различаются, и по культуре, по традиции, действительно по политическим предпочтениям. Поэтому сфера политики это надстроечная сфера. Базисная сфера это сфера ценностей. И вот этот базис ценностный ни одна партия в России не должна разрушать. Потому что тогда не будет России. И с благодарностью Богу свидетельствую, что нынешний состав Государственной Думы практически воплощает то, о чем я сейчас сказал. то же самое хотел бы сказать и об отношении разных политических сил к отечественной истории. Сохраняя трезвое отношение к истории, не забывая о тяжелых, а порой позорных ее страницах, необходимо отказаться от гражданской войны воспоминаний, от привнесения в политическую борьбу этой войны. Идея единства и непрерывности исторической памяти, защиты нашего наследия от фальсификаций, от предвзятого истолкования реалий прошлого должна стать ценностной базой сотрудничества политических сил. Нынешний 2015 год имеет особое символическое значение. Мы будем отвечать две значительные для нас исторические даты. Тысячелетия со дня кончины крестителя Руси святаго князя Владимира и семидесятилетия великой победы нашего народа. Одно из этих событий отсылает нас к религиозному выбору Руси, другое к его последствиям. Когда наш народ, воспитанный на тысячелетних идеалах справедливости и избратства, избавил мир от порабощения нацистами, возомнившими себя расы господ, а другие народы с борющим недочеловеков, обреченных на вечное рабство. Вот тогда и встав единым фронтом, объединив практически все силы народа, мы достигли победы. На примере этих сопоставлений видно, что именно духовно осмысленный, ценностный подход лучше всего помогает понять единство и непрерывность нашей истории. Мы видим, что Россия оставалась Россией во все века, при всех формах правления и при всех политических режимах. Дай Бог, чтобы это было всегда. Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического выбора, нового этапа развития. В этот момент мы должны подумать над тем, как не копируя что-либо по старым шаблонам, а возвышаясь до уровня подлинного социального творчества прийти к новому мировоззренческому синтезу. Цель его в том, чтобы взять все лучшее, что было в нашем прошлом и построить на этой основе фундамент будущего. Особое значение в этом контексте имеет утверждение идеала социальной справедливости, его новое осмысление с учетом накопленного нами исторического опыта. Не всегда нам в истории удавалось хранить единство общества поверх социальных барьеров. Есть с этим проблемы и сегодня, особенно в период кризиса. И эту проблему могут использовать наши недруги. Поэтому стремление к справедливости должно не раскалывать общество, не вести нас к новому витку ненависти и розни, но служить достижению социальной гармонии, наполнению конкретным содержанием не только политических, но и социально-экономических прав наших граждан. В этих стенах хотел бы сказать, что в значительной мере именно от позиции российских парламентариев будет зависеть способность нашей страны оказаться верной своим ценностям, своему пути, своему древнему и вечному выбору. В связи с этим хотел бы остановиться на ряде конкретных вопросов, которые сама жизнь и многие люди ставят перед государством и перед церковью. Крайне значимой видится работа законодателей, затрагивающая социальную и нравственные сферы. В первую очередь это касается законодательной политики в области поддержки семьи, материнства и детства. Серьезно угрожают семье, а значит и обществу попытки ограничить право отца и матери, лишить их возможности воспитывать детей в духе своего мировоззрения и традиционных нравственных ценностей. Нередко права детей искусственно противопоставляются правам семьи и родителей. В то же время забота о защите подлинных интересов ребенка требует поставить во главу угла заботу о семье, определить, признать и защитить право родителей на воспитание детей. Государство может вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи лишь в самых крайних случаях, когда физическому и нравственному здоровью ребенка угоражает реальная доказанная опасность. В этом году в концепции государственной семейной политики был ясно признан принцип презумпции добросовестности родителей в осуществлении их прав и это очень важно. Думаю, этот принцип должен стать одним из ориентиров при развитии норм семейного права. Хотел бы отметить, что благодаря принятым государством мерам удалось допиться значительных успехов в решении демографического вопроса и прогнозы скептиков о резком сокращении числа жителей России не сбылись. Но увы, одной рукой мы созидаем, а другой раззаряем созданное. Одной из главных бед России остается огромное число абортов. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за последние годы оно несколько сократилось, но все равно их количество остается ужасающе высоким. Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост. Церковь, следуя заповеди Божией «Не убей», всегда видела в умершлении неродившегося ребенка тяжкий грех. Часто за таким действием стоят давление врачей и родственников, материальные жилищные трудности. Преодоление этого зла требует комплексных мер, которые должны включать в себя помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохранения этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка, а также сдерживание рекламы и пропаганда абортов или их полное запрещение. Полагаю, полагаю морально оправдованным выведение операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которая поддерживается за счет налогоплательщиков, в том числе тех, которые категорически не приемлят аборт. И вот здесь я хотел бы вступить в дискуссию с оппонентами. Нам говорят, что если сделать это и вывести из системы страхования, то увеличится количество подпольных абортов. Простите, а подпольные аборты что, бесплатно делаются? Есть хоть один подпольщик, который бесплатно совершает абор, он дерет деньги, а еще будет брать больше? Просто нужно, чтобы в случае, когда женщина принимает такое роковое решение, она, естественно, обращалась бы к профессиональным медикам, цена услуг которых не должна быть больше, чем цена услуг подпольщиков. И решается проблема. А кроме этого аргумента у оппозиционеров по отношению к этому предложению нет ни одного аргумента. Дай Бог справиться с этой темой. Большую озабоченность вызывают и некоторые репродуктивные технологии, которые вторгаются в Божий замысел о человеке, разрушают человеческое достоинство и ценность человеческих отношений. Так нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки. Извращаем само понятие матери. Тайны семейных отношений, святости этих отношений. И когда нам говорят, ну а что же делать женщине, если вот она не может взять сироту? Так поступали всегда наши люди. И воспитывать сирот. есть вещи, с которыми шутить нельзя. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это часть Божьего замысла о мире и о человеке. Это его замысел. Вторгаясь в этот замысел, мы делаем что-то очень опасное. В свое время, помните историю с поворотом сибирских рек? Умные люди предупреждали и говорили, нельзя поворачивать, не шутить с природой. В нашей терминологии не шутите с Божьим замыслом. Все в природе сбалансировано. Вот так нельзя, опираясь на современные достижения науки, шутить с Божьим замыслом в отношении человека. Мы живем в эпоху стремительных перемен. Если в прошлом веке мир преобразовывался научно-техническими достижениями, то сегодня его облик меняется благодаря социальным технологиям. Однако не все перемены воспринимаются одинаково положительно разными членами общества. Многих людей волнует, например, вторжение в их жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора, учета личной информации, который на порядок повышает контроль над личностью. И не только со стороны государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет этими технологиями. На мое имя поступают тысячи обращений граждан, выражающих несогласие с бесальтернативным внедрением новых идентификационных технологий. Знаю, что и в органы власти поступает не меньше писем по упомянутым проблемам. Убежден, люди должны иметь право выбора. Получать документы, удостоверяющие личность в виде пластиковых электронных карточек, или в традиционном виде с использованием электронных носителей информации, или без таковых. Использование автоматизированных средств сбора, обработки, учета персональных данных, особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе. Со ссылкой на то, что это удобно для бюрократов, нельзя тотально внедрять эти технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у этих технологий. под тотальным контролем. И если для кого-то мои слова сейчас не звучат как актуальными, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из-под такого тотального контроля. совместными усилиями церкви, государственной власти и общества мы стремимся к тому, чтобы законодательство в религиозной сфере отражало динамичную реальность и одновременно не создавало затруднений для религиозных общин. Свидетельствую, что мнение церкви в данной области, как правило, учитывается в законотворческом процессе. Хотел бы отметить твердую ясную позицию обеих палат российского парламента по таким актуальным проблемам, как защита чувств верующих и почитаемых имени святынь, сохранение и возрождение нашего культурного наследия, запота о судьбе ближневосточных христиан. Сердечная вам за это благодарность. С удовлетворением получаю информацию о трудах, созданной в Государственной Думе в 2012 году межфракционной группы в защиту христианских ценностей. Поддерживаю прозвучавшие предложения о расширении за счет членов Совета Федерации и региональных законодателей. Особо хотел бы отметить такую важную сферу церковно-государственного взаимодействия как развитие духовно-нравственного компонента в школьном образовании. И в связи с этим хотел бы коснуться вопросов, которые, на мой взгляд, нуждаются в скорейшем совместном решении. Это расширение преподавания курса основы религиозных культур и светской этики на все годы обучения в школе. Мы вчера на рождественских сочтениях говорили о том, что из-за того, что этот курс ограничен 34 часами только, то есть капля, капля в море. А этот курс рассчитан на воспитание не только нравственного сознания ребенка, но и национального самосознания, на защиту в рамках личности всех тех ценностей, о которых мы сейчас говорим. Нету никакого другого предмета. Один. 34 часа в одном четвертом классе. А какие следствия из этого? Трудности с подготовкой преподавателей. Ну, ради 34 часов зачем же проходить какие-то специальные курсы, повышать свою квалификацию? И поэтому важно распространить это на все годы обучения, а может быть даже и на высшую школу. Подумать, в каких категориях должны преподаваться эти дисциплины. Может быть с большим философским уклоном. Но молодежь тоже должна обновлять в себе все те важные идеи, которые закладываются семейным воспитанием, тем курсом, о котором я сейчас говорю, с тем, чтобы противостоять насколько это возможно опасным и разрушительным в отношении человеческой личности влиянием извне. Другая проблема это финансирование православных школ и гимназий. Здесь заключается проблема в том, что по остаточному принципу все это финансируется. И получается, что люди как бы дискриминируются прелигиозному принципу. Желает отец или мать родителей отдать ребенка православную школу, если нету какого-то богатого спонсора, они обрекают этого ребенка на некое ущемленное образование, ограниченное образование, потому что не хватает средств для того, чтобы на высоком уровне осуществлять работу этих школ. но в них же учатся российские граждане. И может быть следует подумать о том, чтобы эти школы по крайней мере в рамках государственного образовательного компонента финансировались так же, как любая другая школа, потому что ведь они дают аттестаты государственного образца. Большое значение для духовного возрождения России имеет и развитие богословского образования. Такое образование, которое всегда признавалось и признается в Европе, в послереволюционной России оказалось исключенным из государственной и общественной жизни. Потом удалось все-таки пробить возможность в том числе и в государственных университетах, в светской школе изучать богословие в рамках бакалавриата и магистратуры. Но почему-то это невозможно делать в рамках докторантуры. Можно быть магистром, а нельзя быть доктором. Только потому, что кто-то отказывается включить богословие, теологию в перечень научных дисциплин. Я слышал буквально вчера, что какие-то правильные решения в этом отношении принимаются на уровне Министерства образования и науки, но дай Бог, чтобы эти решения были реализованы, потому что почему-то во всем мире можно стать доктором теологии, а в России нельзя. А ведь на самом деле речь идет о широком гуманитарном образовании. Человек с таким дипломом, который получается в современных высших учебных заведениях, обладает достаточными квалификациями для различного рода, в том числе и государственной деятельности. Особая тема это тема казачества. И здесь я хотел бы подчеркнуть государственной поддержки казачества. В основе образа жизни казака традиционно лежали в первую очередь православная вера и любовь к Отечеству. Именно поэтому казаки на протяжении веков были прочной опорой российской государственности и сегодня, как мы знаем, они играют очень важную роль, в том числе воспитательную роль, формируя патриотические чувства нашей молодежи. Еще одной важной темой, о которой хотел бы сегодня непременно сказать, является положение христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Они оказались там фактически брошенными на произвол судьбы и подвергаются гонениям со стороны совершенно беспрецедентные претерпят наши братья и сестры в Сирии, в Ираке. Христиане массово покитают Ближний Восток, то самое место, где возникло христианство. И такая ситуация грозит обернуться полной потерей христианского присутствия в регионе. Русская Православная Церковь обращает внимание мирового сообщества на эту катастрофу, старается оказывать страждущим разностороннюю помощь. В данной сфере весьма ценным является взаимодействие Церкви и государства. И одна из ведущих ролей в этом процессе принадлежит российскому парламенту. 14 ноября нынешнего года Государственная Дума приняла важное заявление о грубых и массовых нарушениях прав религиозных и национальных меньшист в связи с обострением ситуации в Сирии и Ираке. Этот документ стал важным свидетельством особой роли России в защите страждущих христиан Ближнего Востока. А последние страждущие христиане сегодня только в России видят надежду на спасение. И говорят нам об этом на самом высоком уровне, на уровне патриархов, руководителей христианских общин. Западные страны, которые традиционно поддерживали католическое присутствие на Ближнем Востоке, отказались от этой поддержки. И даже католические наши братья сегодня оказываются один на перед этой новой страшной опасностью истребления христиан на Ближнем Востоке. Поэтому с усилением роли России в плане защиты прав меньшинств на Ближнем Востоке несомненно возрастает и авторитет нашей страны среди жителей этого региона. За минувший год, как я уже сказал, у меня было много встреч с руководителями ближневосточных христиан, и они очень ясно выразили эту надежду на помощь России. Еще раз хотел бы сердечно поблагодарить всех присутствующих за внимание, за возможность поделиться с вами некоторыми своими мыслями. Уверен, что наша нынешняя встреча поможет развитию диалога между церковью, государственной властью, обществом, координацией совместных усилий во благо нашего Отечества. Помогай вам всем Бог! Это была прямая трансляция выступления Патриарха в Государственной Думе. Продолжение следует...